В этот день также празднуется икона Софии Премудрости Божией, что существует в нескольких вариантах. Иконы в Софийских храмах в Константинополе и в Киеве написаны так. Представлен дом или храм, в котором под сенью, поддерживаемой двумя столпами, стоит Богоматерь в хитоне с покрывалом на голове. Руки и длани Пресвятой Богородицы распростерты. Столпы утвердены на серповидной луне. При персях ее на десной руке младенец. Благословляющий правой рукой и держащий скипетр в левый, над сенью написаны слова «Премудрость, созда себе дом, и утверди столпов седьмь». Над домом вверху, в сиянии лучей, Бог Отец и Дух Святой, а под для них Церковь Небесная, и в облаках предстоят семь Архангелов. На ступенях дома, под для Богоматери, представлена Церковь Божия земная. Изображены ветхозаветные праотцы и пророки. А вот икона Софии Премудрости Божией в Софийском Новогородском храме написана так. Господь Вседержитель в Далматике царской одежде, с огненными крылами, на огненном престоле о семи столпах. Вокруг Него голубое небо со звездами, по сторонам Богоматери, с иконой Иисуса Христа, и святой Иоанна Креститель, ближайшие свидетели воплощении Сына Божия. В вышине – Спаситель, в огненном круге и надпись «Премудрость Божия». И еще выше – опять голубое небо, и на золотом престоле Евангелие, перед которым стоят три коленопреклоненные ангела. Посему празднование этой иконе совершается в Богородичные дни, в Киеве – в день Рождества Богородицы, а в Новгороде, Москве и других местах – в день ее Успения. Продолжение следует...